МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный партнер программы «Бардачок» – Харківский м'ясний ряд. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов «Бардачок» и на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. Сегодня начну с глубоко личного, так сказать, зацепившего «за». Каждый день, проезжая перекресток проспекта Гагарина и улицы Зерновой, приходится буквально протискиваться между стоящими, как попало, перед светофором машинами. Поверьте, никакого удовольствия такое протискивание не доставляет. После того, как у перекрестка начал работу супермаркет, проезд данного перекрестка существенно затруднился. Улицы Зерновая используются многими автомобилистами для того, чтобы сократить путь, объехать слишком загруженный транспортом проспект Героев Сталинграда. Перед светофором при выезде на Гагарина постоянно много машин, потому проехать за один цикл срабатывания светофора успевают далеко не все. Потому постоянно находятся хитрожелтые, намеревающиеся проскочить по встречке. Получается, не всегда, особенно если на встрече идет очень принципиальный борец с нарушителями. Не могу сказать, что полностью поддерживаю такие методы борьбы, но согласитесь, эффективно. И ладно бы все ограничилось редкими нарушителями. Увы, перед самим перекрестком к ним добавляется выезжающий со стороны парковки супермаркета. В итоге для поворачивающих на Зерновую с проспекта Гагарина практически не остается места. Выезжающие постоянно перегораживают зерновую, умудряясь так раскорячиться перед светофором, что впору коллекцию собирать. Из-за дела. Порой такое представление устраивает. Понимая опасность такого поведения, отдельных альтернативно одаренных, и в целях борьбы за более-менее свободный проезд по Зерновой, ответственные товарищи решили установить при выезде с парковки знак «Движение только направо». Решение разумное. При следовании указанию знака перекресток не займут лишние машины, и проехать станет проще. А для выезда на проспект можно использовать другой выезд, тот, что ближе к перекрестку с героями Сталинграда. Сам им пользуюсь, ибо быстрее и безопаснее получается, пусть и чуть дальше. Так вот, установка знака должна была нормализовать ситуацию. Должна, но не нормализовала. После установки знака здесь ничего не изменилось. Вообще. Как поворачивали налево, так и продолжают. Как мешали проезду, так и мешают. И что нечасто случается, но должен отметить, что в данном случае полиция не бездействует. На моих глазах патруль останавливает нарушителя. А за ним еще 3-4 таких же точно, точно так же проезжают в запрещенном направлении. И пофиг на ту полицию. Вот как с такими бороться? Скажем мягко, обескуражен. И еще один фактор, который здорово затрудняет проезд данного перекрестка со стороны зерновой. Пешеходные переходы. Причем один из них нерегулируемый, и пешеходы, идущие по нему, явно не улучшают пропускную способность дороги. Водители их пропускают, не успевая на разрешающий сигнал проехать перекресток. Не многовато ли два перехода на 20 метров? Один явно лишний. И я считаю, что лишний вот этот, который ближе к проспекту. Было бы неплохо и стоп-линию тоже перенести к дальнему от проспекта переходу. Тогда останавливаясь на красный, водители физически не смогут занять весь выезд зерновой. Стоять придется в один ряд. Уверен, что и поворот с Гагарина в таком случае станет проще. Гагарина в таком случае Начало весны традиционно сопровождается стартом автоспортивных соревнований. В Харькове 9 марта состоялся первый этап национальной серии по автослалому «Лихолет-2019». Состязания по скоростному маневрированию под брендом «Лихолет» в нынешнем году проходят уже в пятый раз. Серия, как правило, включает в себя 4 или 5 этапов и собирает на каждом из них внушительный состав, как новичков, так и спортсменов с опытом. Большая часть этапов слалому проходит на площадке возле стадиона «Металист». И каждый раз участников ожидает новая фигура, обозначенная вешками на асфальте. Задача спортсменов проста – пройти за минимальное время размеченную трассу в строгом соответствии с хитрой схемой, придуманной организаторами. И главная сложность, по мнению большинства участников, – это запомнить нужный порядок маневров. В этот раз организаторы автоспортивных клуб «Харьков», помимо заранее обнародованной схемы трассы, дали возможность участникам потренироваться в ее прохождении. Каждый получил две попытки прохождения дистанции перед зачетными заездами. Надо признать, тренировки подзатянулись. Ведь на старт серии заявилось 53 участника. Все стартующие пилоты разделены в соответствии с регламентом на четыре класса. В целом, в серии четыре основных класса. Основные факторы, которые влияют на деление по классам, – это стоковый или с доработками автомобиль. И навыки пилота – это новичок или это уже спортсмен, который себя где-то проявил. То есть есть класс от АСС. Это стоковые автомобили и новички. И это, кстати, один из самых многочисленных классов. То есть там вообще предварительным заявкам то ли 15, то ли 20 заявок было. То есть он как бы многочисленный. Следующий класс – стрит. Это сток. В него могут заявляться кто угодно, кроме вот этих профиков спортсменов. То есть получается, есть два класса для стоковых машин. И в принципе спортсмен может заявиться в эти два класса. Есть класс супер. Это машины без ограничений на доработку. То есть полный анлим. И класс профи. Это тоже полный анлим. Но вот только в тот класс допускаются профи. Такое большое количество класса очень хорошо помогает людям проявить себя. И подобрать зачеты классов, которые не могут участвовать. И этим обеспечивается хорошее наполнение. Помимо четырех основных классов было еще три дополнительных зачетных группы. Геолз, Хонда и РВД. Геолз, понятное дело, объединяет пилотов, представляющих прекрасную половину водительского сообщества. Ну а Хонда – это специальная группа для автомобилей этой марки. Уж очень часто они стартуют в подобных состязаниях. А категория РВД – это машины с задним приводом, коих, увы, меньшинство. Сложность трассы также разная. Для классов АТАС и Стрит попроще, для Супер и Профи сложнее. На первом этапе серии, как обычно, для подобных состязаний спортсмены могли заявиться сразу в нескольких классах. То есть соревноваться не только с равными, но и с более сильными соперниками. Для тех, кто хочет достичь большего в автоспорте – это очень хороший стимул. По традиции первыми стартовали участники классов АТАС и Стрит. Для новичков, пожалуй, самым важным было правильно пройти дистанцию. Скорость на втором месте. Потому что стоит ошибиться и не попасть в нужный створ вешек – результат не досчитывается. Понимая это, пилоты не торпились, аккуратно выписывая траектории на трассе. Класс Стрит уже проходил дистанцию заметно быстрее. Если для новичков лучшее время составляло 1 минута 26,8 секунды, то для категории Стрит ровно на 8 секунд меньше – 1 минута 18,8 секунды. Повторю, что трасса для этих классов имеет одинаковую конфигурацию. Еще стоят традиционные ошибки неопытных спортсменов на старте. Слишком торопятся стартовать, не дождавшись разрешающего сигнала светофора. Уверен, с опытом пройдет и с каждым новым стартом получаться будет все лучше и лучше. Заезды категории Супер и Профи – совсем другое дело. Трасса сложнее, закручение о скорости существенно выше. И не только из-за мастерства пилотов, но и из-за автомобилей, дополнительно подготовленных к таким соревнованиям. Да и нагрузка на технику в категории Супер и Профи значительно больше. Например, температура шин на финише. С помощью инфракрасной камеры выяснилось, что в категории Стрит резина максимум нагревалась до 60-70 градусов. А вот после финиша пилотов в группе Супер датчик показал 118 градусов. Как говорится, почувствуйте разницу. Ну и если спортсмен ошибаются, то ошибаются не на старте, как новички, а на дистанции. Сбивают вешки. Каждая сбитая вешка – штраф, добавляющий секунды к времени прохождения дистанции. И еще традиционно для таких состязаний проблемы с техникой. Обязательно, к сожалению, случаются сходы из-за поломки машин. В этот раз не повезло экипажу братьев Марченко. Лопнул шрус, не выдержав нагрузок в виражах. Остальные, к счастью, до финиша доехали без проблем. Победители получили заслуженные награды, а впереди следующий этап серии, который, уверен, будет не менее интересным. Финишировал первый этап национальной гоночной серии «Лехолюд». «Лехолюд» 2019 – это четвертый раз. Четвертый раз стартовали сегодня машины. И у нас будет еще три этапа в течение года сезона 2019. Сегодня победили наши мальчики и девочки в семи классах и в командном награждении. Итого у нас сегодня будет 21 победитель. В Женеве в эти дни заканчивает свою работу 99-й международный автосалон. Это событие для европейского авторынка ключевое. Именно в Женеве производители показывают свои грядущие новинки, демонстрируют направление развития бренда. Одним из способов такой демонстрации является показ концептуальных разработок. Поэтому дальше вашему вниманию самый интересный концепт-кары швейцарского мотор-шоу. Ауди представила на автосалоне в Женеве свой новый компактный электрический внедорожник Q4 e-tron. Последняя концепция в линейке e-tron будет запущена в серийное производство в конце 2020 года как пятый полностью электрический автомобиль под маркой Audi. Q4 e-tron сравнительно компактен, в Audi квалифицирует электрический внедорожник как универсал, который также подходит для езды по городу. Поскольку трансмиссионный тоннель, ограничивающий пространство, отсутствует, концепция предлагает неожиданную вместительность и комфорт, особенно с точки зрения пространства для ног как спереди, так и сзади. Электромобиль приводится в движение двумя электромоторами, которые, объединяясь, дают 225 кВт. Задний двигатель мощностью 150 кВт постоянно активен, в то время как передний двигатель включается по необходимости, добавляя еще 75 кВт. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на уровне 180 км в час, а ускорение от 0 до 100 занимает 6,3 секунды. Аккумулятор в электромобиле Audi занимает большую часть пола и содержит 82 кВт в час. Его емкости хватит на 450 км пробега. По заявлению производителя, при данной максимальной мощности зарядка до 80% от номинала происходит примерно за 30 минут. Концепты Швеции с китайским привкусом Polestar 2. Это новый полностью электрический четырехдверный фастбэк дочерней марки Volvo, который в свою очередь принадлежит Geely. Ранее компания Polestar занималась доводкой спортивных версий Volvo. Она не специализируется на электрифицированных автомобилях. В основу электромобиля положена платформа совместной разработки Volvo и Geely, на которой уже построен Volvo XC40. Электромобиль разгоняется двумя электродвигателями, которые питаются от аккумуляторной батареи емкостью 78 кВт-часов, обеспечивающей запас хода 500 км. Полноприводная электрическая трансмиссия в Polestar 2 переваривает мощность 300 кВт, что позволяет разгоняться до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Аккумулятор с 27 модулями встроен в пол и способствует повышению жесткости шасси, ну и снижению центра тяжести, а также снижает уровень шума и вибраций. Polestar 2 – один из первых автомобилей в мире, который внедрил информационно-развлекательную систему на базе Android. Система на базе Android обеспечивает надежную адаптируемую цифровую среду для существования приложений и функций транспортного средства, а также содержит встроенные сервисы Google, включая Google Assistant, Google Maps с поддержкой электромобилей и Google Play Store. Производство Polestar 2 стартует в начале 2020 года в Китае. Первоначальные рынки запуска включают сам Китай, США, Канаду, Бельгию, Германию, Нидерланды, Норвегию, Швецию и Великобританию. Ориентировочная стоимость базовой версии – 60 тысяч евро. Представленный в Женеве концепт-кар Митсубиси Engelberg Tourer – это прообраз кроссовера Outlander четвертого поколения, который выпустят на одной платформе с моделью Nissan X-Trail в 2020 году. Данный сюв назван в честь горнолыжного курорта Швейцарии. Engelberg готов к активному образу жизни, о чем говорят штатный багажник с противотуманками на крыше и мощная защита обеих бамперов. Вызывающая внешность кроссовера выполнена в одном стиле с новым пикапом Mitsubishi L200 и минивеном Expander. Панель приборов почти плоская, с выступающим подоконником понизу. Вентиляционные отверстия визуально объединены горизонтальными планками, как на свежих моделях Audi и Volkswagen. В центре панели – цифровой планшет мультимедийной системы. Концепт оснащен гибридной силовой установкой, бензиновым двигателем 2,4 литра объемом и парой электромоторов. На чистой электротяге Tourer проезжает 70 километров, а общий запас хода при полностью заряженном аккумуляторе и полном баке превышает 700 километров. Система полного привода оснабжена функцией AYC, которая равномерно делит тягу между передними колесами. Судя по виду, Энгельберг-Турер превосходит нынешний Шотландер по габаритам, однако точных значений компания не сообщила. Ситроен, отмечающий в рамках Женецкого автосалона свой 100-летний юбилей, показал идейного наследника знаменитого 2CV. Концепт AmiOne – это еще один взгляд на мобильность будущего. Компактный электромобиль может стать не только альтернативой общественному транспорту, но и заменой двухколесному индивидуальному транспорту, который можно арендовать на срок от 5 минут до 5 лет. Ситроен собирается развернуть сеть каршеринга из таких автомобильчиков, включив их уже работающие сервисы. Чтобы арендовать AmiOne, необходимо приложение с голосовым управлением на смартфоне. Двери электрокара разблокируются при считывании QR-кода замкат. Управлять электрокаром Ami может любой человек старше 16 лет, а во Франции начиная с 14 лет. Для этого даже не нужны водительские права, ведь концепт изначально заточен под понятие «легких квадрициклов». Снаряженная масса двухместного кара без батареи, 425 кг мощность, 5,4 лошадиных силы, а скорость ограничена 45 км в час. Запас хода машинки – 100 км. Полная зарядка на литиевой батареи на специальной станции занимает 2 часа. Есть возможность заряжать электромобили от домашней розетки. Передвигается субкомпактный автомобиль на довольно больших 18-дюймовых колесах и благодаря своим размерам может парковаться перпендикулярно бордюру. Во время движения, кстати, электрокар издает искусственный звук. Как-то предписывают правила, введенные в Европе с 1 января. Еще один субкомпактный концепт привез в Женеву испанский бренд SEAT. SEAT MINIMO – это электрический двухместный квадрицикл на 17-дюймовых колесах. Длина его 2,5 метра, как и Citroёn AMI, а ширина и того меньше – 1,24 метра. При этом посадка здесь, как и в легковом автомобиле, а по запасу места в плечах малыш не уступает привычным малолитражкам. Если AMI позиционирует себя как альтернатива велосипеду или метро, то MINIMO претендует на роль достаточного для города полноценного автомобиля. Двери распахиваются вверх для экономии места, а в салоне с прекрасным обзором находится многофункциональное рулевое колесо, информационно-развлекательная система с поддержкой голосовых команд, многочисленные приборы и датчики. Есть даже система бесключевого доступа и камера кругового обзора. Точных характеристик испанцы пока не называют, известен лишь запас хода в 100 километров. Как и AMI, электромобиль SEAT не оснащается системой быстрой зарядки, но для него предусмотрена возможность быстрой смены аккумулятора, которых в электромобиле 4 и каждый весом 25 килограмм. Основной упор в микроавтомобиле сделан на удобство использования и интеграцию со смартфонами, подключение к сетям последнего поколения и все это при сотрудничестве с Google. Например, SEAT MINIMO способен распознавать возраст водителя и в соответствии с этим устанавливать ограничения скорости. К 500-летию со дня смерти великого да Винчи фирма Итал Дизайн представила одноименный концепт в Женеве. Сама компания Итал Дизайн практически не занимается производством, сохраняя за собой нишу разработки дизайна и инжиниринговых услуг. Да Винчи отнюдь не концепт далекого будущего. При создании прототипа были использованы привычно отработанные решения, которые применяются в автопроме. Это позволяет достаточно оперативно подготовить автомобиль к серийному производству на разных заводах под разными брендами. Архитектура также предусматривает возможность установки ДВС. В частности, был упомянут 4-литровый V8, что наряду с внешним видом дает основание предполагать, что прежде всего студия нацелена на Ламборгини. Выставочный экземпляр Итал Дизайн да Винчи представляет собой классический гран-туризм. Длиной без малого 5 метров и шириной под 2 метра с электрической начинкой. Два электромотора установлены на осях с батареей. Под полом салона такая архитектура легко станет на фольксвагеновскую платформу ППЕ. Дорожный просвет всего каких-то 119 миллиметров, а колеса диаметром 22 дюйма. Со специальными электромобильными шинами Pirelli P-Zero Elect, которые имеют не только низкое сопротивление качению, но и пониженную шумность. Огромные подъемные двери ведут четырехместный салон, где экраны расположены не только вместо приборов на консоли, но и перед пассажиром. Особенно любопытно управление климат-контролем. Сенсорные кнопки находятся под дефлекторами вентиляции, затянутой тканевой обивкой. Дойдет ли концепт до Винчи хотя бы до мелкосерийного производства, покажет время. Но в компании настроены решительно. Отделившись от компании Seat бренд Купра, привез свой концепт на Женевское мотор-шоу. Концептуальный фарментер. Не пропустил электрификацию. Это заряжаемый гибрид общей мощностью 245 лошадиных сил. Емкости батареи достаточны для 50 км тихого хода. Управляет тягой робот DSG с двумя сцеплениями. В оснащении числятся электронноуправляемые амортизаторы DCC и блокировка дифференциала. Больше подробностей не раскрывается, включая габариты авто. И остается гадать, что же послужило основой для нового концепта. Специалисты в качестве родителя называют Шкоду Кадьяк. В салоне фармента под центральным 10-дюймовым дисплеем находится сдвоенный дефлектор обдува, как у той же Шкода Scala. А приборная панель за спидометром по центру знакома по модели Купра Атека. Серийный вариант по плану выйдет в 2020 году. Несмотря на принадлежность бренда все той же Volkswagen Group, уже видна самобытность и премиальность новой марки. А от инженеров Купра следует ожидать тонкой настройки спортивного шасси. Toyota показала в Женеве концепт, который вот-вот получит статус серийного авто. Спустя 17 лет после прекращения производства модели Supra, японцы возвращают легендарный спорткар. В новой GR Supra внешне легко читаются черты предыдущего поколения, а вот внутри все по-другому. Toyota GR Supra A90 построена в совместной разработке с BMW на базе родствора Z4. Ход немцев без конструктивных изменений досталась платформой и двигателями. Японцы создали свой полностью закрытый кузов и почти свой интерьер, а также перенастроили подвеску, придав иное звучание моторам благодаря своему выхлопу. В экстерьере, благодаря боковым воздуховодам от двери до заднего бампера, проглядываются замашки на суперкар. А акулий нос на переднем бампере и центрально расположенные противотуманка на заднем, наряду с карбоновым аэродинамическим оперением понизу, выдают желание походить на болиды Формулы-1. В архитектуре салона явно просматриваются немецкие корни. Особенно в виде центральной консоли и шайбы с электро iDrive. Двигатели без изменений каких-либо дополнительных настроек перешли в супряд BMW, включая топовую рядную шестерку B58 с двухпоточным турбокомпрессором, который выдает 340 лошадей и 500 ньютон-метров крутящего момента на задние колеса. Максималка ограничена на уровне 250 км в час. В оснащении значатся активный дифференциал с повышающим планетарным редуктором, функция лаунч-контрол и два режима работы управляющей электроникой Normal и Sport. Выпускать GR Supra даже для японского рынка будут на предприятии Magna Steyr в Австрии. А старт продаж новой Toyota Supra планирован на конец лета 2019 года. И в заключение еще одна возрожденная легенда. Марка Ispano Suiza, выпускавшая автомобили в первой половине прошлого столетия, переживает ренессанс. После нескольких интригующих тизеров компания Ispano Suiza Cars полностью рассекретила купе Carman. Купе стало не только демонстрацией нового прочтения основных ценностей марки, но и символом создания нового класса автомобилей. Сверхроскошных и сверхмощных гранд-туреров транспорта для комфортных далеких путешествий. Экстравагантный дизайн Carman объясняет со стремлением его создателей напомнить об испанском эксклюзиве первой половины прошлого века. Купе Xenia, появившемся на свет в 1938 году. Ретромотивы прослеживаются, например, в огромных колесных арках спереди и закрытых колесах на задней оси. При этом, несмотря на массивность, кузов Carman получился вполне обтекаемый. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,325 тысячных. Роскошный двухместный интерьер отделан кожей, замшей, алюминием и натуральным деревом. И снабжен не только цифровой приборной панелью, но и мультимедийной системой с 10-дюймовым монитором и возможностью записи телеметрии. Испана Суиза Carman почти полностью построена из карбона, включая как монокок, так и кузовные панели. Ее электрическая силовая установка развивает чуть больше тысячи лошадиных сил. И, в отличие от ряда прочих электрогиперкаров, приводит в действие только задние колеса. А справляться с потоком тяги предполагается за счет электронных ассистентов. Т-образная литий-полимерная батарея расположена под полом и способна обеспечить запас хода в 400 километров. В полностью независимой подвеске гиперкара применены адаптивные амортизаторы в тормозной системе, карбон-керамические диски и шестипоршневые суппорты. Компания Испана Суиза Carls собирается выпустить лишь 19 экземпляров Carman. И обойдется купе недешево. Расчетная стоимость каждого экземпляра – полтора миллиона евро. Поставки планируется начать в 2020 году. Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Ни гвоздя вам, ни жезла. Субтитры подогнал «Симон»!